здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня у нас в гостях наш вот забавно будет звучать постоянный гость потому что александр рожников скульптор постоянно приходит нам мы говорим о его работе о скульптурах говорим о творчестве а сегодня мы будем говорить о хобби которая неожиданно превратилась в целый проект вернее участие в проекте и александр попал в проект 60 плюс на проект голос и не просто попала редкий случай когда квартет весь в итоге повернулся до вас прежде всего поздравляем спасибо добрый день дорогие люберчане спасибо за поддержку потому что я вот ну прям всем своим существом ощущал вашу поддержку поэтому может быть так достаточно удачно спел что повернулись все наставки невозможно было спеть по-другому ну и говорить мы будем сегодня естественно от а в этом событии потому что это безусловно события проект существует давно проект как бы имеет свою популярность и собственно говоря проект этот известен во всем мире да он идет как в самых разных странах да с нами когда юрий дачах сюда проводил общее собрание он совершенно откровенно сказал что это из всех проектов голос есть голос дети есть голос обычный вот голос 60 плюс это самый смотрибельный самый популярный и смотрят не только так сказать на территории российской федерации но и ближнем зарубежье в дальнем зарубежье потому что год ну многих знакомые друзья и так далее то есть то есть неожиданности могут по всему миру да и независимо от вот нынешней так сказать ситуации политической все равно программу смотрят на интересно и получают самые позитивные отзывы все обратная связь работает но вот а когда все произошло понятно что это проект поэтому не все можно было говорить я имею ввиду даже родным и близким вот когда проект состоялся уже и вы на попали в дальнейшее его так сказать развитие о чем мы чуть позже поговорим были какие-то люди которые вообще не в курсе были вдруг они видят так это же он до сих пор я получаю на ватсап сообщения с поздравлениями звонят люди которых 20 лет не видел и то есть полная неожиданность для кого-то было причем меня знают именно как скульптора как художника а то перевоз совершенно новая грань хотя я пою как себя помню в детстве на качелях пел ну то есть было желание и давайте начнем с этого пути который вас привел на проекты который позволил вам пройти дальше почему решили участвовать то кто-то предложил сами вы послали какое-то как это вообще работает или кто-то предложил вам а почему бы не спеть тебе в проекте ну я последние годы очень активно поют у себя как художник состоялся и востребован слава богу вот это как бы новая грань я я пою я записываюсь у нашего замечательного музыканта композитора вокалиста сергея панова у него своя студия звукозаписи он очень качественно пишет и вот он композитор он это делает с любовью с душой вот как говорится низкий поклонному вот и даже иногда меня наше управление культуры приглашает на городские мероприятия ему теперь то уж точно нет нет вот да да даже голоса таскать я и в три муфе здесь пел на 8 марта это был двадцатый год и вообще как бы на площадках то есть определенный круг моих друзей знает что я пою пою достаточно профессионально вот но есть записи и как бы в тайне от меня моя очарательная супруга светлана и моя дочь екатерина они в интернете причем вот все по-честному нашли анкету которую нужно было заполнила и к этой анкете приложили там четыре записи моих песен вот но зная мой таскать горячий характер они меня предупредили позже что они послали если мне будут звонить с первого канала приглашать на кастинг что это не шутка нормально реагировал а то я вот тоже как бы люблю пошутить всевозможные звонки приходят вот и звонок поступил то есть меня пригласили на кастинг то значит прислали условия прохождения кастинга я благодарен нашей школе искусств номер три и в частности директору школы искусств ин николаевне соколовой все это же курирую школу как председатель детского жюри жюри детского конкурса рисунка то как бы я попросил чтобы мне помогли с концентрами с концертмейстером да вот и и николаевна договорилась с очаровательной с очаровательным педагогом вот и я прорепетировал несколько вещей то есть немножечко школы ну школы потом значит по условиям прохождения кастинга нужно было петь либо акапелла а либо сопровождение гитары или фортепиано а ну то есть самый простой такой без всяких записей живые с голю за и без голоса надо микрофон вот ну в силу того что как бы вот такая возможность была и школы искусств номер три мне оказали всевозможные содействия я несколько раз приезжал на репетицию мы подобрали две вещи вот от репетировали и поехали на кастинг я со своим концертмейстер вообще прямо вот классика жанра причем там все это как-то произошло очень быстро то есть нас туда запустили значит вот такая большая комната за стеклом жюри которого не видно а вот ассистентом предупредили что нужно встать на крестик взять микрофон и вперед а значит представиться сказать сколько лет фамилиями отчества и откуда приехал вот а справа ставил рояль значит концертмейстер села за рояль и мы таскать вот дали команду пути значит спели куплет припев одной песни сказать так достаточно вторую песню куплет припев второй песне сидят профессионалы да конечно достаточно да ну тогда когда все спасибо ожидайте как бы результат в этот день проходила человек 40 наверно кастинг значит а кастинга это прямо несколько дней идет да вот по моему там три дня шел кастинг то нам день назначили мы приехали и запускали по 10 человек вот 10 группа прошла не значит отобрались не у кого-то и следом идет прям как поступление в вуз ну немножко если для меня это был некий такой аттракцион вот все же все на наш дал когда же это закончится до все продолжая это совершенно вот ну необычно потом ну как-то вот мои близкие люди они так вот посодействовали но меня не трогали ваш задачу ладок приехать и спеть хорошо вот и мы сидели ждали там в холле когда таскать скажут кто вышла девочка так звал три фамилии том числе мою 3 до 3 из 10 1 2 и я вот остальные год спасибо огромное до свидания там вот и в следующий году можно таскать подавать и так далее так да вот причем вот про ощущение своей опять таки вот я достаточно известный художник вот в своей среде ну и у себя в городе человек состоявшийся и непосредственно сейчас занимающийся своим любимым делом то есть востребованный и для меня вот этот приход это как бы ну демонстрация еще одной грани моего таланта и вот ну все хорошо туда в основном приехали люди бывшие музыканты вокалисты то есть как бы по направлению своему людей которых ну уже вот в силу возраста они уже на большой сцене не выступает и для них это вот какой-то еще один шанс и настолько они к этому серьезно подходят они готовятся репетируют репетируют прям тут же вот перед началом наушника что прослушивать там на гитарке себе подыгрывают я когда попал а вот это чувство ответственности и волнения она каким-то образом передалось мне и когда мою фамилию назвали таскать числе счастливчиков кого допустили до слепых прослушиваний тут я уже задумался думаю ну это уже как-то пахнет серьезность настоящий сюда это это уже эфир на всю страну ям представитель люберец и проиграть нельзя пройти дальше ну да вот один раз посвятился да ну спел как бы как юрий шаксюто говорил ребята это праздник для вас вот не надо так вот все вот серьезно воспринимать не совсем игра праздник да да это это праздник носилась появилась друг возможности вот нам на всю страну показать какой вы талантливый вот ну и относить к этому социальность понятно голос дети у них там вся жизнь впереди им нужно вот максимум чтобы потом расти и так далее вы в принципе все достойные состоявшиеся люди и вот вдруг такой подарок судьбы ну подарок то подарок но опять таки когда ты ну без лишней скромности на виду хочется чтобы и в другой грани туда нельзя то есть ответ да надо выигрывать нужно поэтому немножко стала мы мы долго подыскивали значит что все таки спеть и я выбрал три песни но там опять-таки все по-честному ты выбрал себе репертуар так с тобой начинает работать персональный редактор пистан персональный стилист и и персональные редакторы то есть тебя приглашают уже фонограф это к сергей сергеевичу жилину на его таскать студию где ты определяешься с репертуара вот замечательные совершенно редакторы хочу особо отметить ксюта подобрал такую команду уникальную очень доброжелательные люди то есть помогаю причем там возраст там вот ну и наши ровесники как звука и сергал я тоже без 60 плюс поэтому ребята вы задавайте любые вопросы горит он готов помочь так так и молодые девочки но эти молодые девочки настолько предупредительные то есть вот вот атмосфера доброжелательности она везде и на всем проекте вот я уже для редакторов исполнил там вот три песни они переглянулись и говорит давай как вот остановимся на белый лебедь на пруду ну да те хорошие харизмы держится хорошо так сказать но я такая народная песня можно сказать песни любая и как будто на вот ну и опять-таки наш любимый танец и и холоса и что есть как бы его стихи замечательные вот мы остановимся этой песни я начал репетировать только репетировали и ну в принципе ее поют а лет уже на 3 но я имею ввиду вы же должны были как-то вот по-новому же ему очень очень было было интересно то есть я прислал туда то что у меня было минусовкой и плюс вот значит оркестр жилина сделали оркестровку вот именно в той тональности и в том размере в котором я пою и меня пригласили на репетицию же с оркестром ну не меня одного это как же когда-то сидят или график да вот на репетиции я спел два раза редактор сказали хватит нет нет вопросов все замечать все в ноты попадает значит самый оркестр слышать анальностью все замечательно все значит затем как бы генеральная репетиция уже таскать в костюме я там прислал несколько образцов как я буду выглядеть стилист мне добрый хотя называется лук да хотя стилист там своя гардеробная предоставляют и костюмы и рубашки и туфли сейчас сделаем небольшую паузу потому что плавно мы вот переходим уже ко второй части когда началось само выступление то что же интересное ощущение и публика и как это все происходит там на самом деле насколько она отличается того что показывают потом напомню что у нас александр рожниковый наверно впервые скажу сначала участник проекта голый 60 плюс а вот потом уже скульптор там что мы сегодня это мы посещаем программу тем более что александр побывал у нас в гостях буквально не за незадолго до участия в этом проекте а сегодня вот тут уже в новом таком статусе так что сейчас небольшая пауза и скоро вернемся напомню что эта программа открытый диалог у нас гостях скульптор александр рожников и участник проекта голос 60 плюс мы поступаем с ним всегда очень интересно на мой взгляд мы обсуждали самые разные вопросы вопросы творчества искусства и вот так получилось что совсем неожиданно александр предстал новом образе в первой части мы выяснили что в этом помогла ему его семья вот но он особо не отказывался от этого узнав что все-таки прослушивание будет кастинг прошел затем потренировался с оркестром была генеральная репетиция правильно понимал это тоже почти то же самое что в эфире но без наставников это нет естественно бизнесом мы не знали кто наставник то есть я говорю все как-то вот все по-честному то есть пока идет работа пошла работа с редакторами со стилистами и так далее то есть это люди которые подготовительный то помогали каждому участнику участнику слепых прослушивания ну выглядеть достойно и как-то вот в соответствии в образе соответствующим той композиции музыкальной которые они выбрали вот поэтому все это вот прошло и на генеральную репетицию нужно было приехать уже в том костюме в котором ты будешь выступать и то есть и генеральная репетиция была уже в студии уже с оркестром уже таскать но сидели те же редакторы которые помогали так сказать выборе композиции вот и передо мной были так сказать еще несколько участия и как-то с ними вот что-то подсказывает что-то говорили что-то подкручивали что называют скручиваем да вот несколько раз они перебивали и так далее я когда моя очередь подошла я вышел спел один раз и все вот поднялась одна из редакторов сказала год могут вообще вопросов нет идите пойти уже нормально держали ну может быть горит вот вывод левой рукой много подкручивать а а то есть и это даже как иногда год все таки и так это расслаблять как бы помогаетесь и нам играть помогала по понимаю что как как бы вы там вот белый лебедь там вот вы к этому давайте еще раз для закрепления а вот и как бы я еще раз спел мне какая-то тревога возникла думаю ну как тут другим что-то там подсказывают а тут вот и если бы дали бы так все или хорошо что же задача еще не подсказываю да думаю ну как но не может быть так все хорошо да так не бывает да все теперь как бы такой ответственный момент я наверно позже понял почему так потому что других участников ну у большинства наверно все-таки степень волнения было больше соответственно ошибок а я каждый раз приезжал и я для себя каждый раз открывал какой-то новый мир и каждый раз я сел обновил ловил на мысли что это десятки миллионов зрителей а я тут мою я тут пою то есть меня увидит мое академическое сообщество союз художников у меня коллеги увидит друзья увидят люберцы родные увидит подмосковье где у меня почти 50 произведений где меня практически в каждом районе знаю вот это как-то вот душу грела но в то же время вот эту тревогу думаю как-то специалисты особо замечать сразу вылететь нельзя вот нельзя вот и меня сомнения были что может быть песни не проходная то есть я вообще-то беру достаточно высокие ноты а там-то они не нужны то есть там а белые сердцем поешь красивые песни с прекрасными словами вот но тем не менее уступил час x и и каким выступали по очереди там узнать этот эфир он там три показа было и я был во второй группе а то есть потом они клеят наверное как-то да его я я я не знаю как там у них кухня вот но я к чему просто просил насколько долго ждали потому что когда вот раз и сразу пошел а когда вот ждешь 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 можно тоже это ну передача запись идет как бы он эфир идет совершенно определенное количество времени поэтому то там нас выстроили прямо оттуда ну вот один закончил его там завели там ну и так далее группа поддержки туда на суда причем на группу поддержки нападали таскать документы чтобы пропустили сколько вас групп поддержки у кого пригласили 10 человек 10 человек моя семья это вот супруга дочь сын его супруга то есть нархом я им мои кореша друзья таскать саша бурьянов он он профессор он доктор технических наук а восемьдесят пятом году мы на базе в нестрома в красково с ним создали вокалистом тайна сам от визир не задумали ли вы тогда что она теперь вот я один стал один стал доктором наук другой академиком моя супруга с дочерью придумали как бы для группы поддержки спец одежду до этой заказали футболочки там но есть практически ландшафтный архитектор она придумала вот этот логотип суда здесь утрожников вот нас там все отметили что со самые дружные команда не дошла ответственно да причем ну любят и вот любят и прозвучали в сам самом ярком свете потому что ну как вот 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 тут рядом но это то все хорошо но наступает тот самый момент когда всем думаю все переживания должны вот занавеска это открывается 2 открывается и вы выходите нас на генеральной репетиции нас провели по студии как нам вот показали ножками весь маршрут чтобы не дай бог там кто-то не споткнулся заблудился и так далее то есть я еще раз говорю вот команда голоса 60 плюс ну просто вот ребята уникальные все таскать показали поэтому когда был непосредственный эфир мы уже как бы знали куда идти вот там эта комнатка где сосредотачиваться нужно пока таскать перед тобой товарищ выступает вот ну и в последний момент нам объявили кто будет таскать наставниками вот ну как то вот это как стать вдохновила или испугала добавила каких-то эмоций меня это относительно успокоило потому что суткин малинин ваенга а козни люк и песня как раз эту тему это профессионалы это ребятам чьи песня всегда поют а скорее вот причем ваенга с элементами там шансона народности какой-то то есть раз песни риска из того репертуара с которого ну то есть как бы все это ну вселяла некую надежду вот так я себя поймал на мысли что ну хоть кто-нибудь повернулся бы то есть ну четыре человека целых ты взрослый мужик ты состоялся тут ребята трепещут которые таска часу едут все домой для них это может быть последний такой вот всплеск эмоциональное творчество вот такого уровня а у тебя что не открытие памяти кто всплеск эмоции потому что вот еще одно детище украсит какой-то город там или какое-то поселение вот и ты также трепещешь участвую в вокальном конкурсе причем вот когда сказали так все рожников идем вот эту комнатку меня поставить вот тут пять минут сосредотачивайтесь чем до этого предупреждали некоторые год начинаются заниматься заниматься бравадой а потом текст забывают вот тут специальная эта комнатка где вы еще раз там прогоните умственно в уме текст то есть как-то сосредоточьтесь ощутите то что вам сейчас нужно просто выйти и красиво спеть на всю страну и все вот да а повернуться не повернуться тоже надо об этом думать вы вот это может быть для вас минуты славы а может быть продолжение проект то есть мы вас все равно покажем любом случае да вот и я когда в эту комнатку пришел там передо мной мой таскать коллега уже выступал выступил странное ощущение какое-то волнение у меня такое волнение было когда я подходил восемь с третьем году к доске где фамилии вывешивали это сказать студент студентов поступил кто не поступил и вот это вот какой-то бешеный трепет мы себя поймала мысль и на этой гурток рожников ну ты успокоишь вообще сахар у тебя совесть если взрослый мужик надо и она как-то зайти вот отошло и тут этот знаменитый звук у них там дун 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 пошел парень дал микрофон вперед и я пошел по коридору вышел спинке кресел прожектора вау и сергей ждал первая корта да 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 там на аккордеон чеки девочки деваться же не пире первое слово там я куплю тебе дом а потом пошло когда на куплете на 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 первом же припеве малинин повернулся все это уже я я в проекте можно прицепить останавливать мне и друзья когда говорили что он так напряженно начинал как малин повернулся все мы увидели нашего родного рожникова наш улыбка пошли потом корнелюк хоп и потом когда на последнем припеве и ваенга и суткин повернулись но это каждый был праздник я часто я не ожидал ну чтоб четверо повернулись и потом пошла тирада очень таких красивых комплиментов сутки вообще сказал год вот я благодарю за за выбор репертуара это наш любимый михаил садич танич это вот вообще и вот то что вы сказали как раз попала выграем и так спели классно и вот корнелюк тоже будет вот я сидела наслаждался как вот просто человек поет в кайф как у должно да 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 так и будет как бы малине сказал что мере читать их понравился тут опять таки наставники они добавили еще положительных эмоций у меня и так по внутри там бешеный восторг ну и тут случился некий казус так вот без казуса не бывает рука когда малине сказал что я буду рад если вы пойдете ко мне в команду вот все-таки как бы ну представьтесь кто вы откуда значит ну и сколько лет он вот подошка малинин повернулся у него на настолько как тот он увидел меня и у меня такая искрометная улыбка он хорошо выгружу поэтому свои да да вот я почтен легче будет лепить образ дальше да и я я не знаю откуда эта фраза взялась но она бы она взялась я вы знаете вот вы все великие вы все талантливые я просто вам благодарен за то что вы повернулись для меня этот праздник но вы даже не представлять что вы сейчас сделали повернувшись ко мне все вы увековечили себя в бронзе возникла пауза смысле как я грудья я груз скульптор александр рожников и славного города люберцы нет я александр рожникова и славного города любятся я профессиональный скульптор заслуженный художник российской федерации академик российской академии ложный ванга сделала так вот ну то есть правильно понимаешь вот они гадну все теперь нас слепит и так далее вот в лес но почему вы нет то есть памятник вокруг этого лица я говорю больше того я говорю вот уже для всех для вас придумал образы вот ну кстати это как бы озвучил я год у меня на внешней мечта сделать городскую скульптуру такую композицию забавно который называется стильный оранжевый галстук и огромный галстук на галстук на кому естественно карносит они обнут александр малинин но это это гусар это вот эта гитара это вот ментик игру ваенга леночка но вот я не знаю ни одного застолье чтобы не пели ваши песни вы просто птица счастья и ну игорь корнелюк извините но вот так вот образ сложился но это безбилетник вот такие как бы но теперь теперь предстоит дальнейшее участие а вот уже верится что же ше воскресенье будем надеяться что этот эфир у нас не последнего называемые нокаута и если проходит то уже будет финал значит да вот теперь наставник должен из каждой своей группы из пяти человек оставить двоих ну кого оставит это вот покажет как говорится я в команде у александра малинина да это будет видно вот как боже ну мы желаем вам удачи александр потому что как видите уважаемые телезрители что пути господни несправедимы поэтому в данном случае уже как бы и наставник тоже заинтересован в том чтобы его подопечные выступили хорошо хотя конечно же будет выбор я думаю что все поклонники музыкальных программ а в данном случае этого проекта теперь уже и поклонники особенно городского круга люберцы да будут за вас болеть мы желаем вам успеха хорошего я очень надеюсь на поддержку люберчан жители московского высота как иначе а как иначе и хотел бы посоветовать тем кто владеет вокальными данными а не стесняйтесь участвуйте все это вот в открытом доступе в интернете находите анкету заполняете посылаете запись и а кто узнает вот вот случится ведь может случиться да александр рожников участник проекта гола 60 плюс наш постоянный гость скульптора человек который сейчас мы его отпускаем то что нам нужно готовиться к вот этому серьезному выступлению спасибо огромное вам удачи ибо я даже осили да не спрашиваю какая песня потому что это тайна но мы все это услышим совсем скоро а это была программа открытый диалог с вами был николай пивненко до свидания а и Редактор субтитров А.Семкин